Ситуация в общем следующая Мы поехали испытываться Везде проезжали очень легко Там где раньше буханка не могла даже и с разгона взять Сегодня 2 июня 2017 года Позади камеры стоит эвакуатор А в цеху прикручивают последние детали на буханку А это значит, что буквально через пару часов Она отправится в Питер А мы догоним ее уже с помощью самолета Мы действительно едем на Ладогу Но эта серия посвящена нашей подготовке И первому боевому выезду Приятного просмотра Это более чем интересный и драматичный момент в нашей жизни Итак, в рамках подготовки нашей буханки к Ладоге Мы наконец-то занялись обещанными бедлоками Сейчас я покажу примерно все стадии, которые проходят колеса во время установки бедлоков Итак, у нас есть штампованный 15 диск Сначала он зачищается от краски по краю В следующей стадии идет варка внутреннего кольца бедлока в диск То есть диск весь, здесь видите, он еще пока прихвачен Диск весь обваривается по кругу И вот это остается его внутренним кольцом Которое навсегда уже соединено с этим диском Следующая стадия Вот здесь у нас есть обваренный полностью диск И также здесь такой бортик вварен для того, чтобы верхний слой Сейчас покажу Для того, чтобы верхний слой у нас находился как бы на возвышении Соответственно, резина находится теперь уже не на борте Не вот на этом внутреннем канте, да? И держится только за эту сторону А здесь резина заходит между внешним и внутренним диском бедлока И затем стягивается 24 болтами То есть большой геморрой будет эту резину потом, если что, снимать Откручивать 24 болтика Но зато будет выглядеть круто Это раз Во-вторых, мы сможем травиться до очень низкого давления Там 0,3 может быть Соответственно, увеличивать площадь контакта И резина, ну, практически невероятно, что она куда-нибудь денется То есть она останется на диске И мы не сможем разбортироваться, как это было во время наших предыдущих покатушек Все, ждем Сейчас мастера из гаража 4х4 закончат 4 колеса А буханка нашу вы видели, да? Сейчас в каком виде Сейчас покажу Так как с тех дисков мы сняли гудричи По этому временным решению стала установка сюда патриотовских 16-х дисков С обычной дорожной резиной Буханка на них выглядит крайне комично И совершенно непривычно Потому что она стала низкой Дорожной И какой-то, знаете, похожий на действительно машину мороженщика Очень смешно, правда? Но мы не будем на этом ездить Так как машина на Ладогу у нас поедет на эвакуаторе Дорожная резина нам не нужна Она до Ладоги Поедет на эвакуаторе Потому что мы не хотим попортить резину И свои нервы, передвигаясь на буханке по трассе Мне сложно даже вспомнить все то, что мы сделали в рамках подготовки к Ладоге В прошлой серии мы поставили свет и показали, как он работает В этот раз мы ставим более мощный генератор на 150 А Дополнительный аккумулятор берем с собой Ставим резину Ставим спортивные полуоси Ставим шрусы Блокировку пневматическую в передний мост Поставили бэдлоки Поставили компрессор стационарный Перенастроили все Все перебрали, все проверили И буханка, как никогда, готова к Действительно, наверное, самому серьезному испытанию в ее жизни И в этот самый момент я, конечно, возвращаюсь в то время Когда она была серой, скучной машиной Не представляющей, пожалуй, никакого интереса ни для кого И с неким таким... Неким таким отцовским чувством Смотрю на то, какой красивой она стала Как много внимания она привлекает И какой Днедорожный потенциал У нас удалось в нее заложить И я, конечно, этому несказанно радуюсь Буханка Буханка стала именно такой машиной, о которой я мечтал И после того, как мы устали на нее гидроусилитель Она стала практически идеальной Я действительно влюблен в этот автомобиль И в этот солнце, которое я вообще ни хрена не вижу Чакуда даже смотрю Короче, первая проблема у нас образовалась На подъезде к месту предполагаемого теста Мы не можем проехать Здесь стоит ограничитель, который не позволяет грузовым машинам туда заезжать А буханка высотой, ну, 2,50 точно Может даже чуть больше Это если мерить по этому, по багажнику Поэтому сейчас будем травиться Оставляем 0,5 Что там веселого? Скажи О, нифига, да, не пройдет? Давай О, нифига О, нифига у нас свет-то Смотри, как там Выручает нас Надо только Будет ниже опускать Все, здесь уже можно понижайку, в принципе, дать Даже не заметил Вообще просто Это Наша Адская понижайка Ух ты На второй, блин, вообще просто Изи на второй проходит Слушай, это понижайка Это просто чума Что там, пасек-то едет, нет? Короче, Саня уехал по делам У штурмана образовались дела Какие-то очень важные Мы сейчас проверим Топорик я купил Проверим, как он работает Потому что Ветка, боюсь, повредит мои фонарики Буханочка светит Вообще просто изи Кстати, топор офигенно острый Просто Ты видел, как? С двух ударов прям Разнес Это не реклама Я просто купил этот топор А вот, как я, бац, это просто куда-то, да? Ночного провода два раза веселее Давай, Невасик Вперед! 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 И здесь слишком просто Значит, как происходит ситуация? Ребята! Ребята, мне нужны, короче, помощь Мне нужно, чтобы со мной поехала машина Чтобы, если что, нас вытаскивало Где эта машина там? Где все ее участники? Вот Привет! Короче, внедорожное такси Начинает свою работу Блин, какая же эта понижайка Просто вообще Монстр Это ты называешь болото? Ну да Буханка, хватит ехать Я к такому не привык Я к такому просто не привык Я не знаю Здесь Ну реально Она бы здесь еще в прошлой серии Без этих колес Она бы здесь уже сидела Давно Сейчас она просто едет Как будто, я не знаю Экскурсия какая-то Что, надо разворачиваться Мне кажется В болото ехать Мы здесь Сейчас будем ехать До посинения Пока лес не кончится Я же говорю Буханка Это живой организм Она едет туда Куда ей больше нравится Я просто не хочу Гидроусилитель Прям уж перенапрягать Не, она хочет сюда Ну ладно Поехали сюда Я так всегда с ней соглашаюсь Потом Я еще даже блокировку не включал ни разу Я чуть-чуть давлю газ И еду куда хочу Вообще Я просто не хотел сюда ехать Думал здесь пожестче Ай, ветку, блин Что, ребята Расскажите какую-нибудь историю Что-то интересное Я не знаю Вы как-то развеселились у меня Это что-то скучно, пипец Мне страшно Да ты не бойся Я знаю, что думаю С шестью мужиками в лесу не страшно Если мы здесь встанем Нам, наверное, нужен будет БТР или вертолет Потому что сюда мы Явно на ней не доедем По ночам Лес закончился Мы выехали снова в город Ну что, надо разворачиваться, значит Давай чуть подальше глянем Да, а то интересно Да, что там дальше Никто не доезжал О, там что-то интересное О, отлично Так, ну что, попробуем прямо Давай глянем Давай глянем Да, мы же рассудительные Надо сначала глянуть ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Огонь Главное, чтобы контакты не попали А провоку изолировал Что ему будет Дима, привет! Холодная Холодненькая пошла Ребят, веселье невероятное просто Безудержное веселье Отдай немного лебедки Я вижу там какие-то огни Это меня радует Но сейчас мы сидим в болоте У нас, по-моему, кончился аккумулятор И мы не можем завестись из-за этого А что ты говоришь, там воды было дофига? Из глушителя там просто целый ручей вылился Ну, наверное, скорее всего просто туда затекло А потом, когда я нажал, оно вылетело Это тоже не есть хорошо Ну, наверное В общем, на самом деле Аккумулятор показывает на 12 То есть он, по идее, все-таки заряжен Но она не хочет Это значит, что все-таки Ситуация, в общем, следующая Мы поехали испытываться Везде проезжали очень легко Там, где раньше буханка не могла даже и с разгона взять Шли вообще накатом Представьте, нашли жесткое такое довольно болото Глубокое, так что лебедка уходит вниз И попробовали его пройти Представьте, машина заглохла Вот это первый вопрос, почему она заглохла Не очень понятно Но вентиляторы оказались в воде Уже достаточно глубоко было Пока заводились, у нас высадился немного аккумулятор Мы на лебедке дотащились сюда Время Время, время, время 22.07 Значит, ребята ушли обратно Они оставили свои машины И они ушли обратно за аккумулятором Сейчас они принесут аккумулятор Через час, наверное, где-то Я думаю, что... Ну, и сочнее как Они сейчас заведут машину и объедут Мы почти поехали до другого конца поля Мне было очень приятно работать с моим штурманом Действительно, услаженная работа, я считаю А мы ждем А мы ждем Я как-то так вот даже не подготовился Думаю, что штурман будет все делать Ну, я, в общем, не грязный Я все время сидел по колену в воде пока в машине Ну, весело, весело Пока Дима разломатывал лебедку, да? Да, пока Дима как-то занимался Поэтому кадров-то этого нету Ну, я там чуть-чуть снимал Но основная эта фишка в чем? Мы поняли слабые места То есть, то, что мы хотели сделать, мы сделали Буханка едет Почему-то она заглохла в воде раз И у нас не хватает аккумулятора Значит, нам нужны дополнительные аккумуляторы И еще один основной, более мощный Это все Теперь просто остаемся ждать и кайфовать Кайфуем Комары бесят 22-14 на самом деле Просто часы не загорелись Провода для начала скиньте Отсюда Так, минус я скинул Так, минус я скинул Не замыкай Опа, да Это я, блядь, молодец Это надо вырезать из ветра Так, мне все Буханка любое действие выглядит так Как будто она рожает И ты из нее что-то вынимаешь Так, молодец Да нет, здесь мне никак не поможет Опа, блядь Блядь, кресло Здесь загнули, чтобы оно не вываливалось Так, это у нас пара Так, блядь Вот такой аккумулятор маленький смешный А это уже не хорошо Это уже не аккумулятор, да? Ну, это не аккумулятор Ну, дым пошел вот прям вот оттуда, куда я сейчас ввечу Да, вон я вижу дым Да, стартер Ну да, вон стартер Что, фишки слетели или что? Малая часть снарейка, которую мы берем с собой Сейчас будем загружать буханку по полной программе Первый раз она поедет Настолько забитая Конечно, перед стартом Ладоги мы поменяли масло Традиционно используем масло ЗИК Я думаю, вы уже к этому привыкли И здесь ребята в гараже 4х4 тоже постоянно его используют И с собой берем вот у нас, соответственно, полностью запас Для того, чтобы у нас было в мотор, в коробке, в раздатке Во все у нас идет обязательно масло ЗИК Наши постоянные друзья, поддерживатели Так что ссылка на ЗИК, конечно, в описании Мы уже почти готовы ехать Купили вот такие органайзеры Для того, чтобы это все не летало у нас мелочев Буханка, она еще никогда не была так готова к этому приключению Блин, она такая восхитительная Просто я смотрю на нее, у меня прям душа поет Какая же она охрененная на этих бедлоках, на этой резине Загруженная, готовая Блин, я надеюсь, что просто вот Ну, главное получить массу удовольствия Я, кстати, не видел, что полагание так приседало у меня, прям задница присела Там столько загрузили, там еще столько же мест осталось, сколько загрузили Прям, и знаете, что самое интересное? Гараж 4x4 прям чувствуется такой мандраж у ребят Они такие прям кипишат, кипишат И здесь очень важно сказать спасибо вот этим ребятам Которые выручают нас Потому что у нас закончился бюджет Они нам сделали очень хорошую цену на перевозку Довезут нашу машину до Питера Потом заберут ее оттуда, нашу буханочку Так что вот таким открытым людям, которые помогают другим Обязательно надо помогать Я хочу, чтобы вы, если захотите воспользоваться слугами эвакуатора То вот ссылка будет на них в описании Реально душевные ребята на хорошей новой машине И им не жалко доверить нашу буханку Что, грузимся? Грузимся Вот и все, даже не верится, что это происходит Буханочка живи отправляется в город Санкт-Петербург Где завтра уже пройдет административные проверки А послезавтра мы выйдем на троферейт Ладога Еще неизвестно в каком классе Я хочу сказать спасибо всем, кто помог этому состояться Мы прошли огромный путь Конечно, большое спасибо Гаражу 4х4 за подготовку машины Большое спасибо Тундре 4х4 и Лайнекс МСК За то, что сделали ее такой красивой Спасибо эвакуаторщикам за то, что отвезли ее Спасибо Зику и всем нашим друзьям И вам, дорогие подписчики Это наша общая заслуга Посмотрим, как мы выступим Ну и, конечно, самое большое спасибо Компании Лапин Культа Которая проспонсировала эту поездку Которая позволила, я заговариваюсь, нам Подготовить машину к соревнованиям Мы волнуемся В воздухе висит напряжение Пойду посплю, наверное Если вообще я сегодня усну Ну а как мы выступили на Ладоге Что там происходило Смотрите на всех наших каналах Подписывайтесь на этот канал На бородатом лайфе будут выходить лайфы Прямо с соревнований И наша жизнь в лагере Инстаграмы, контакты Везде будут фоточки Спасибо Пожелайте нам удачи, пожалуйста И пока